МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Позади один из самых ответственных периодов в истории нашего государства. Вновь, как и ровно 20 лет назад, граждане Молдовы сами избирали президента. И при всей этой разности отношения к этому голосованию, ведь было немало и тех, кто решил, что его выбор ничего не изменит, а значит, и голосовать не надо, прошедшие президентские выборы стали своеобразным тестом. По сути, время нас проверяло, способны мы и дальше оставаться суверенным государством. Об итогах короткого и очень важного периода президентских выборов и не только. Поговорим с нашим гостем, директором Института безопасности, политологом Валерием Осталековым. Здравствуйте! Привет, Сос. Вы были в числе тех, кто довольно смело прогнозировал победу новоизбранного сегодня президента Республики Молдова Игоря Дадона. Вот на чем основалась такая уверенность в тот период, когда все говорили о том, что склонялись к самым разным результатам, но вы говорили о том, что вам или вы уверены, или вам кажется, что Игорь Дадон победит? Ну, я вообще в том, что иногда позволяю себе прогнозировать те или иные события, они касаются не только Молдавии. Я придерживаюсь не личных симпатий или личных предпочтений, естественно, объективных факторов, которых можно знать и, соответственно, определенные способности анализировать. Потому что если ты несколько раз позволишь себе субъективно оценивать вещи и давать прогнозы, исходя из того, что тебе выгодно, например, или тебе нужно, чтобы так было, то очень быстро люди разочаруются. Во-первых, это очевидно, если ты субъективен. А во-вторых, если ты постоянно отдаешь какие-то неправильные либо прогнозы, либо оценки, то как быстро ты становишься неинтересным. И совершенно понятно, что ты ангажирован в данном случае. Это что касается методологии. А в принципе, несложно было догадаться, что после 7 лет определенного настроения представитель практически в моем случае, в моем понимании, Майя Санду является представителем этой власти. В данном случае пусть будет неофициальным, она последние года была диссидентом, но в принципе она ассоциируется с той политикой, которая была до сих пор. И ясно, что людям это все надоело, и мне было понятно, что помимо объективных сторонников, которые есть у партии «Социалисты» и у Дадона, к ним присоединятся еще и те, кто больше не хотят просто слышать одну и ту же песню, которую мы с вами слушаем 7 лет. Про евроинтеграцию. И про все такое. Победа Игоря Дадона прошла на фоне событий, я имею в виду, выборы в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп стал президентом США. И победа социалистов в Болгарии. Генерал Рудев тоже был избран, причем с очень большим перевесом голосов. В средствах массовой информации буквально сразу же по итогам этих выборов запестрили статьи, рассказывающие о том, что, ну, одни говорили, огромная трещина в фундаменте Евросоюза. Кто-то говорит о том, что в Соединенных Штатах Кремля поработала, а трещину в Евросоюзе заложили болгары и итоги голосования в Молдове, потому что страна находилась буквально в предбаннике Евросоюза. Тут, видите, как разочарованность сыграла свою роль. Ну, вот насколько правильно эти материалы, аналитики тех или иных издательств. Вот я в данном случае привел несколько цитат из агентства Associated Press, Reuters и Deutsche Welle. Вот они как раз освещали довольно интенсивно происходящие выборы. И, почитывая их на следующий день, еще через день, видишь, как аналитики пытаются разложить, допустим, перспективу или прогнозировать перспективу развития событий, можно было увидеть, что очень радикально они представляют будущее и Европы, и мира. Все, апокалипсис и такие, ну не знаю, радикальные изменения, разворот одной страны и в Болгарии, в общем-то, какие-то пророссийские взгляды, которые в Западу ну никак не нравятся, берут вверх, и это для них тоже тревожно. Ну, пару слов о логике. Мы помним, что несколько лет назад руководство США, несколько людей из руководства США заявили о том, что Россия в принципе является региональной державой с ограниченными возможностями, это я цитирую, кто-то называл Россию бензоколонкой, но статус, который уже бывший президент США сам обозначил для России, это статус региональной державы. В то же время они же, эти люди со временем, значит, дошли до того, что обвиняют Россию, что она не просто вмешивается в дела в США, а даже может на них влиять, они обвиняют в том, что Россия может оккупировать пол Европы. И дальше нет смысла опять повторять все эти страшилки, докатившись до того, что недавно, буквально на днях, Обама заявил, что в принципе Россия стала военной супердержавой. Стало выгодно пугать Россию, не принижать ее роль, а уже именно пугать? Потому что я вот в Балтике, смотрите, что происходит. Я потому и показал вот этот маятник буквально за несколько лет, да, от попытки принижения до попытки уже уж слишком со всех точек зрения преувеличивать эту роль, потому что я лично стараюсь адекватно все оценивать, и Россию в том числе. Я не даю, не пытаюсь давать таких штампов, как супердержава или империя, или наоборот, бензоколонка и так далее. Это всего лишь мощная страна по своей истории, культуре, политическому значению в мире и особому политическому значению для нашего региона. И тот, кто с этим не согласен, ну просто, наверное, не совсем адекватно воспринимает реальность, игнорировать о том, что Россия имела и будет иметь дальше в этом регионе политическую, военную, экономическую роль, от которой, к счастью, к сожалению, неважно, но все в этом регионе зависят. Потому что, испортив отношения с Россией, у Украины за несколько лет, в три раза рухнула экономика. Нам достаточно было два года сотрудничать с Евросоюзом в рамке договора об ассоциации, экономики вообще почти что нет. Президент Латвии несколько дней назад заявил, что просто в Латвии не существует экономики. Если не будет переводов из Евросоюза, то понемногу нужно думать о том, чтобы звать каких-то мигрантов официально и все такое. И Россия в этом всем ни при чем. Россия занимается своими делами глобальными, масштабными, местными, неважно. Это наша ошибка всех, что мы воспринимаем, что якобы Россия чрезмерно кем-то интересуется. Она интересуется своими делами, своими интересами. Мы должны научиться в том ракурсе, в котором мы имеем возможность на данном историческом этапе действовать, то есть имея в виду те цифры на руках, которые у нас есть. Определенное количество людей, а это называется демографическая катастрофа. Определенное количество пенсионеров. Потому что у нас сейчас на каждого работающего получается почти что по одному пенсионеру. Это полный диссонанс. И возможно я ошибаюсь в цифрах. Я опираюсь на какие-то вещи, которые есть в публичном пространстве. Я просто хочу, если я ошибаюсь, возможно, но в любом случае очень плохая ситуация, касающаяся и демографии, и социального обеспечения. И сейчас эти новые условия, которые ставят нам фонды международной структуры, естественно, к повышению ценза и к тому, чтобы и пенсии эти имели, скажем, не то, чтобы мы хотели и как бы мы хотели. Они должны иметь покрытие для того, чтобы покрытие иметь. Они не могут покрывать из каких-то грантов, фондов и все такое. Должна работать экономика. Ясно, что в следующем году мы уже видим проект бюджета и видим, что власть, в принципе, готовит в качестве презента нам всем это повышение на всех возможных уровнях разного рода штрафов, где только могут, и налоги повышать. Даже вот смотрите, налог на недвижимость четыре раза. Да и не только, они везде будут повышаться. Это понятно, что не от хорошей жизни, но я также понимаю, что если эти вещи не сопровождаются определенными экономическими идеями, то нас ждут очень сложные времена, потому что люди, понятно, что вам нужно чем-то платить зарплату, если экономики нет, вы пытаетесь эти дыры хоть чем-то забить, но это долго длиться не будет. Просто потому, что у большинства не окажутся таких возможностей. И тогда вы оставляете людям несколько шансов, и они мало связаны с развитием в этой стране. В принципе, последние пять лет в Европе, да и во многих местах в мире происходили довольно неестественные вещи. Я усиленно критиковал внешнюю политику США, особенно что касается нашего региона, потому что происходили, еще раз подчеркиваю, неестественные вещи. Они взяли определенный стандарт поведения, когда не надо быть, а надо казаться. Примерно так выглядит этот принцип. То есть не нужно показывать результаты, нужно показывать фантики. Так родилась пресловутая история успеха, так родились идеи. И, кстати, для тех, кто имеет возможность просто анализировать, то какие-то фантики, они появляются одновременно, вот как они появляются в Украине, потом одновременно те же фокусы в Молдавии, где-то в Грузии. То есть все повторяется. Если есть возможность анализировать, вы увидите один и тот же почерк. Это касается определенного типажа государственных функционеров, которые появились якобы люди нового типа, вначале в Грузии, потом в Украине. Борцы с коррупцией. Да, и все они, все как на подбор. Потом обязательно они должны быть из-за рубежа. Обязательно. То есть это дошло до того, если вы помните, что несколько лет назад очень масса влиятельных людей в правительстве Украины были из-за рубежа. Чем это все закончилось, мы знаем. То есть их в итоге там повыгоняли. Сейчас Саакашвили сам ушел. Но это всего лишь подтверждает, что это все фантики. И никаких результатов, кроме огромного минуса, эта политика никому не дала. И мне очень жаль. Но даже США, на мой взгляд, своих интересов в данном случае не достигли. Потому что мое исключительно субъективное мнение, ну мне кажется, что престиж США никогда не падал в мире и в нашем регионе так сильно, как за последние несколько лет. Это недооцененность ситуации или же переоцененность своих усилий? Это просто непонимание реалий и шапка закидательства. Разберемся. Да, ничего страшного. Потерпят, перетерпят, ну и так далее. И поэтому, я так очень длинно отвечаю на ваш вопрос, но результаты и выборов в США, и произошедшего в Болгарии, и частично того, что произошло в Молдавии, ну конечно же, это и результат такой политики со стороны Запада и со стороны США. Потому что у людей уже ассоциация, в прямом смысле слова, с этими понятиями – это анархия, беззаконие, экономический хаос. Ну и плюс в Болгарии я наблюдаю за этой страной. Честно говоря, они в последние годы довольно масштабные проекты проиграли из своих национальных интересов. То есть они просто играли во вред себе. Пусть каждый придумывает, почему. В моем понимании ясно, потому что на них давили. И политики прекрасно об этом знают. И люди тоже. И то, что они проголосовали, потому что предыдущий руководитель Болгарии, Бойко Борисов, он очень влиятельной фигуры там был и еще, наверное, будут оставаться. Но даже в таком случае он проиграл выборы. Со стороны людей есть реально недовольство, которое даже административный аппарат не смог покрыть. Вот в поле вашего зрения Ближний Восток присутствует? Конечно. То, что происходит. Вот эти процессы, войны, которые были развязаны, как вы думаете, тенденция к локализации конфликтов или все-таки есть еще тенденция к тому, что это пламя полыхнет по Европе? Нет, я думаю, что касается непосредственно ситуации в Сирии, то она до конца года уже примет какие-то формы, очертания решения. И там сейчас есть еще оставшиеся какие-то недопонимания между Россией и США. Речь идет о том, что нужно четко разграничить, кто там является конструктивной оппозицией, назовем это так. И у США пока что остается свое мнение на эту тему. Но когда они придут к этому выводу и совместному решению, то тогда проблема с ИГИЛом и Сирией решится очень быстро. Речь идет о применении силы, масштабно, естественно, но всего лишь речь идет о координации совместной цели. Пока что США и Россия видят чуть по-разному, кто является общей целью. А отдельно пока что на вопрос трудно продвигать. Я абсолютно оптимистичен и очень многого жду от встречи на высшем уровне между руководителями России и США. Я думаю, что нас всех ожидает примерно в марте следующего года довольно масштабное решение на международном уровне. И надеюсь, что к этому подключится и руководитель Китая. Это позволит решить вопрос не только на Ближнем Востоке, а на более глобальном уровне, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я надеюсь, что придут по некоторым щепетильным вопросам, которые находятся в военно-политическом файле сейчас совместном. Они придут все к взаимному согласию, эти вопросы будут решены и это позволит перейти на новую фазу сотрудничества в мире. Я сейчас конкретно говорю о том, что должны быть сняты санкции взаимные. Это в любом случае усилит экономические процессы. Я надеюсь, что почему я подчеркнул участие Китая, потому что без Китая сегодня очень сложно решить проблему с Ираном. И я не хочу сейчас в этой передаче входить слишком много деталей, потому что не знаю, сколько из наших телезрителей интересуется так подробно. Но проблему с Ираном решить без Китая пока что не удастся. Я думаю, что он подключится. И тогда и Ближний Восток, и стабилизация в Сирии, и Ближний Восток, и определенные газопроводы, которые там планируются, да никак не могут их разделить. Здесь вопрос с Турцией, конечно же, требующий тоже консенсуса США, России. И, соответственно, если с Ираном, то и Китаем тоже. Потому что речь идет о газопроводах, которые могут проходить через Турцию. Они могут быть... То есть слишком много заинтересованных игроков одновременно, чтобы они проходили, и чтобы не проходили. В одной трубе могут оказаться сразу несколько углеводородов. Да, и несколько труб можно оказаться, да. Поэтому все эти вопросы, и плюс валютного формата тоже есть определенный конфликт, который по-разному смотрят некоторые руководящие, главные, скажем так, актеры сегодня в мире. Поэтому все эти вопросы, они с предыдущим президентом США, но нереально было по ним двигаться. Сейчас есть определенный шанс. Я с интересом наблюдаю за тем, кто может стать и госсекретарем США, руководителем ЦРУ. Это важные фигуры, в зависимости от того, кто будет назначен. Мы посмотрим примерно на... Ну, насколько это можно, конечно, прогнозировать. Бывают и неожиданности. Но я искренне надеюсь на то, что сейчас наступает такой новый период, который нам всем должен позволить как-то двигаться более положительно. Это нелегко, это не даст результаты через год, нисколько. У меня нет такого оптимизма. Но все равно должна быть динамика, потому что как до сих пор это было просто болото. Да, и в болоте кто-то отдыхал, а сейчас надо работать. Тонул, я бы сказал. Да. Тихо. Просто в болоте не всегда понимаешь, что ты тонешь. Да, вот именно. Потом понимаешь, где оказалось на самом дне, а вылезти уже невозможно. Вот такой вопрос. Смотрите, какая разная реакция на результаты выборов. В Соединенных Штатах какие-то акции протеста против избрания, наверное, против президента Дональда Трампа. В Болгарии премьер-министр подает в отставку, говорит, я не... То есть, в знак своего... С одной стороны, он как бы признает победу социалиста Руднева. А с другой стороны, говорит, я не смогу работать с этим человеком. В Молдове же тоже протесты, и непонятно против кого. Против действующей власти, против новоизбранного президента, либо против самого государства. Потому что флаги с вырезанным сердцем, с вырезанным гербом, флаги унионистского характера, заявления об, так сказать, унионистского характера, то есть об объединении двух стран. И, ну, такое смешанное какое-то впечатление от того, что происходит сегодня вот на главной площади нашего города. Я хочу отметить один важный момент. У нас не должно быть в нашем обществе никакого страха или никаких опасений, что какая-то группа детей, несовершеннолетних, она может как-то влиять или угрожать общественной безопасности. Вот у нас не должно быть этого. Ну, вы знаете, есть такой международный проект, они же дети. Да. Это вызывается. Как же так? Оно, вот это чувство, оно присутствует. Оно присутствует в обществе. И уже несколько раз за последние годы мы в соцсетях и просто люди начинают волноваться при появлении определенной группы детей в центре. Не знаю, если вы заметили, начинаются волны, люди начинают допускать, что что-то может случиться. Я в понедельник участвовал в одном мероприятии, был видеомост с российскими экспертами в Москве, где мы обсуждали тоже результаты. И там вполне опытные, грамотные люди со стороны Москвы. Так первый же эксперт был совершенно уверен, что он абсолютно с уверенностью говорил, что раз вышли дети, то сейчас будет Майдан, так же начиналось и в Украине. Я, конечно, смеялся. Это автошоки после 7 апреля 2009 года или что? Но я почему подчеркиваю, что не должно быть ни у нас и ни у иностранцев, у нас не должно быть опасения, что 50 или 100 детей, или 100 молодых людей, или просто 100 людей могут каким-то образом уничтожить наше государство. А это, согласитесь, а вот это чувство, оно присутствует. Я вижу эту озабоченность. Ты же начинаешь волноваться. А вдруг? А что? О чем это говорит? Это говорит о том, что люди не уверены в том, что государственные учреждения, государственные органы и структуры будут всегда действовать в соответствии с законом. Раз. И точно их обезопасят. Их это нас. Вот то, что я сейчас сказал, оно, на мой взгляд, должно быть информацией к размышлению для не только руководителей силовых структур. В их профессионализме я не очень сомневаюсь. Я думаю, что там достаточно грамотных людей. Это больше обращение к политическому классу. И ни одному, я сейчас, естественно, имею в виду не президента Додона или премьер-министра или спикера, к, в принципе, политическому классу, те, кто занимаются у нас политикой. Что мы должны призадуматься о том, что мы не должны давать возможности никому, ни под каким флагом, а тем более издеваться над нашим в центре города, у нас дома. И тем более кому? Несовершеннолетним детям? Мы же с вами понимаем, что это все результат попустительства и общества, и то, что их можно использовать. Попробуйте-ка вывести в Германии детей, просто вывести. И чтобы они там сжигали или топтали немецкие флаги. И говорили о том, что Германия должна исчезнуть. Это же смешно. Да, процесс эта машина заработает сразу. Но это же смешно. И судебная, и педагоги, и родители, и все. Там очень быстро все будет четко. И будут проведены такие слушания, и такие разговоры на всю Германию, что это в жизни не повторится. Но у нас сами педагоги выводят детей, обратите внимание. О чем речь идет? Но мы же об этом знали, и мы же знаем об этом. Почему я и считаю, что это серьезный разговор, требующий общественного обсуждения, но в частности политической ситуации. На политическую ситуацию в нашей стране они влияют, эти вещи. И поэтому я жду реакции от политиков. Они должны отмежеваться. Они должны говорить, мы не используем и не будем использовать такие методы. Потому что они же дети приводят иногда. Ну я просто не хочу продолжать эту тему. Это слишком опасная тема для людей, которые не понимают опасность вообще вовлечения, ну не совсем смышленных людей в политические акции. Никто же не сомневается, что они не понимают, что они делают. И не несут в принципе никакой ответственности. Как вы правильно заметили. Кто-то там за рубежом говорил, что ему не дали возможность голосовать. Кто-то здесь из политиков вообще ничего не сказал. А вышла группа детей с румынскими флагами, которая топтала молдавские флаги. Абсолютно независимые друг от друга движения. И не связанные друг с другом. И вот это все называется протестом против чего и против кого. Но и на этом мы не услышали ни от кого, практически никакой реакции. А то есть же политики, есть политический класс. Это все. Для чего тогда они нужны? Получается выжидают? Совершенно верно. Совершенно верно. Это всего лишь выжидание иногда и страх. Но все это неприятно, потому что в любом обществе есть процессы, за которыми нужно наблюдать тенденции, тренды. И нужно быть внимательным, к чему это может привести. Потому что отсутствие внимания к этим трендам привело к тому, что наше общество разделено на два противоборствующих лагеря. И здесь речь идет не о том, кто возглавил. И о том, кто выиграл эти выборы. А о том, что общество разделено минимум на два. А я могу насчитать и больше. То есть эти лагеря друг с другом не собираются общаться и разговаривать. Это серьезная проблема. Ну вот в связи с этим такое замечание с моей стороны наблюдения, думаю, известное всем. Майя Санду не поздравила с победой Игоря Дедуана. И в общем-то целый ряд заявлений последовало о том, что будет стремиться пересмотреть итоги выборов. Такое поведение проигравшей стороны это слабость, это ну не знаю, нежелание мириться с проигрышем или может быть чем-то подпитываемая такая энергия. Это отсутствие опыта. Всего лишь. Всего лишь это отсутствие опыта. Ну о слабости не будем говорить. Во-первых, Майя Санду не была политиком. Ну сейчас после этих выборов она обрела определенный политический опыт, но она еще не смирилась. Я вообще, конечно, очень удивлен, что она так была заточена на победу. Не знаю, на чем бы это основывалось, но тот факт, что у нее нет политического опыта, она бы выглядела намного достойнее, на мой взгляд, если бы она усмотрев и увидев результаты, да нет, даже с точки зрения политической тактики. Если бы она сказала, я приняла к сведению этот результат и поздравляю новоизбранного президента. Я не собираюсь заканчивать политическую деятельность. То, что я обещал, я сделаю. Я имею в виду, у нее же есть избиратели и так далее. Есть и другие формы, нас ждут парламентские выборы. Я буду сотрудничать там с властью, с оппозицией, со всеми для того, чтобы реализовывать. Ля-ля-та-паля дальше. Уже можно по тексту. Но это выглядит как зрелый политик, который в жизни заканчивается. Ну что, после каждых выборов брать политическую веревку и мыло или что? Или бежать в суд. Но я понимаю, что у нас не принято, в принципе, находиться в оппозиции. Я очень много раз говорил, нахождение в оппозиции, на мой взгляд, это одно из самых интересных, один из самых интересных периодов любой политической деятельности. Именно там ты видишь, чего стоишь ты и чего стоят твои соратники. Ну и какая у тебя реальная поддержка. Потому что, когда у тебя нет инструментов со всех сторон дави, то у нас в Молдавии еще и все предают, то тогда сразу рыбака видно издалека. То есть, кто чего стоит. А у нас принято постоянно прыгать из лодки в лодке под названием власть. То есть, уже и не важно, как называется, какой масти, главное, что ты был во власти. И вот в этом, конечно, отношении я совершенно себе смутно представляю, чем руководствуется Майя Санду, когда вот она сейчас говорит, что она будет идти в суд, она не признает. Но были бы юридические какие-то, мы бы первые с вами, я думаю, сомневались бы и здесь бы обсуждали, что это все смутно, но вот это с юридической точки. Есть вопросы, волновались. Я очень критичен сами по себе и независимо там ни отчего, я всегда говорю так, как думаю. Я не увидел на этих выборов никаких нарушений, которые бы реального могли бы повлиять на результат. И я не совсем пойму, чем именно недовольны эти люди, которые не смогли по тем или иным причинам голосовать. Я сейчас скажу, как в известном фильме, я сейчас скажу одну умную вещь, но вы не обижайтесь. Без обид, то, что я уже начал в публичном пространстве несколько раз, я кое-какие вопросы понял по поводу диаспоры, они не касаются, все начнут субъективно это воспринимать, как будто я их трогаю, атакую. Но я поднимаю концептуальные вопросы. Наше общество сейчас сталкивается с проблемой присутствия за рубежом огромного и неустановленного количества лиц. Мы не знаем, сколько их. Мы не знаем, сколько их будет через полгода или год. Эти люди голосуют. Мы не знаем, по сколько лет они где находятся. Мы не знаем их планов оставаться там или вернуться из страны. Я догадываюсь о их планах. О многих, особенно по 5-10 лет, я догадываюсь о их планах. Речь о другом. Ребята, вы не хотите признавать, на основании чего вы находитесь в Великобритании? На основании каких паспортов? Молдавских? Очень Великобритания дает визы в молдавском паспорте. Вы все давно уже граждане Румынии, находитесь там на основе румынских паспортов. Кто 5, кто 10 лет. Здесь практически не бываете. Из того, что я сейчас говорю, я что спекулирую и так так. Во-первых, есть вопросы к вашей лояльности. Вы, румынские граждане, находящиеся и живущие в Великобритании, раз в 4 года выбираете руководителей мне, живущему здесь, это нонсенс, сам по себе. Я не против, потому что начинается тоже истерика и рев, вы отбираете у нас, отбирать я ничего не отбираю. Во-вторых, я всего лишь поднимаю вопрос, который мы как общество, депутаты, общественные мнения и так далее, мы должны, речь не о том, чтобы отобрать у этих людей право, никто их не отберет из Конституции. Речь идет о том, чтобы выборы в государстве носили характер, помимо честных и справедливых, не должны быть трезвыми. И нет таких стран, или есть, может быть, несколько, но опыт которых мы можем опираться. Но наши результаты должны быть индивидуализированы. То есть тот феномен, с которым мы сейчас сталкиваемся, мы должны осознавать, как с ним быть. Я не говорю только о Великобритании, это я могу сказать и о России, пожалуйста, об Италии и так далее. Речь я же не однострою, не смотрю. Но я не понимаю, как можно находиться в Канаде 12 лет и в интернете учить меня, что мне нужно здесь лучше. Ребят, вы сюда приезжайте, поплатите эти штрафы, эти налоги, построите себе дом, откройте здесь бизнес, работайте здесь. Ну и тогда из тех, кто себя здесь предлагает в руководители, мы с вами здесь поизбираем. Но я знать вас не знаю, вы 10 лет живете, кто в Канаде, кто в Италии, с нами связь какая? На основе паспорта, который потом кто-то взял, еще и разорвал и поставил на интернет. То она бьется в истерике, что она самый большой патриот, а я самый большой враг, в прямом смысле слова, народа. Потом она берет и разрывает этот паспорт и выставляет. Нонсенс. Опять, это еще один вопрос, результат этих выборов, которые политикам, конечно, вообще будет невыгодно эту тему поднимать. Это болезненно, на них нужно кричать, они борются за эти голоса. Но я считаю, нам нужно готовиться к следующим выборам с четким пониманием. В других странах есть такая, есть такие правила, такая разница. Сейчас не буду приводить точно, но есть 3 года, 5 лет, 7 лет. Если ты не живешь в этой стране, то через 3 года ты уже не можешь выбирать правительство. 5, 10. Я еще раз повторяюсь, я в вашей передаче поднимаю вопросы как таковые. И знаете, здесь есть еще 150 вопросов, которые появляются дополнительно. Но я считаю, что нужно думать, а то у нас, во-первых, эти скандалы будут беспрерывными. Во-вторых, я не вижу никакого... Манипуляции продолжатся, мне кажется, так же, вот именно посредством этих голосов. Во-вторых, как в случае с этими детьми, мы не должны бояться. Мы должны четко понимать, какая у нас система голосования из-за рубежа. Но я еще раз подчеркиваю, если, ребята, вы там находите, вообще непонятно в каком качестве. Вы, румынские граждане, родившиеся в Молдавии, которые живут в Италии, которые работают там. На основе чего вы выбираете здесь правительство? Следующий человек. Вы последний раз были 5 лет, значит, в прошлый раз, когда вы голосовали, вы кого-то понабирали, ничего, не имейте связи с этим обществом и с теми, чей голос вас ушел. Зачем вы это делаете? Но это мне еще говорит о другом, что эти голоса еще и могут быть использованы кем-то. И не всегда в хорошем смысле, у каждого есть свои интересы. Смотрите, сейчас опять начинаются. Румыны в нашей стране, значит, используют молдаван с румынским паспортом для того, чтобы, значит, проводить каких-то депутатов в свой парламент. Я думаю, что эти вопросы надо будет внимательно подумать, в том числе представители диаспоры поспрашивать, как они это видят, каким образом в этом смысле навести порядок. Но пока что так, как сейчас, мне кажется, совершенно ненормально. То есть очень получается какая-то недоработанная, сырая система. Система абсолютная. И она вся на... Заложено много подводных... Абсолютно, я хотел сказать. Она вся нашпигована минами. Потому что как к ней не готовься, в любом случае начинаются какие-то... Еще раз повторюсь, Великобритания, потому что это очень сложная миграционная страна для Молдавии. То есть Великобритания очень редко выдает визы молдавским гражданам. Очень сложно туда попасть. Молдаван там, в принципе, очень много. Ясно, что они все на основе румынских паспортов. Но вдумайтесь, потому что они максимально были истеричны сейчас. Истерику там... Ну вдумайтесь своей головой. Ну как мы вас узнаем, что вы там? Ну на основе чего? Ну там в этом посольстве работают два-три человека там. Еле-еле концы с концами сводят. Ну что, как за вами ходить, вас там считать? Вы что, встали на консульский учет в Молдавском консульстве, что ли? Ну что, заявить на основе чего они там оказались? Каким образом, да, вы там оказались? И откуда нам об этом знать? Если вы там даже не смотрели... Вы молдавский паспорт приносите только на выборы, да еще просите, чтобы голосовать уже и даже не на молдавском паспорте, не на основе молдавского паспорта, потому что он истек. И многие говорят, он нам не нужен. Ну, я считаю это абсолютно ненормальным, конечно. Эти все вопросы нужно обсуждать, но как сейчас, так не пойдет. Ну, вот мы выбирали президента, практически вот разница между одними всенародными выборами главы государства, а другими 20 лет, два десятка лет. Практически одно поколение выросло. И сейчас даже сложно сравнить, как проходили президентские выборы в 96-м году. Зато мы хорошо видели, как они проходили сейчас и какая была предвыборная кампания. Вот ваш взгляд на то, как проходила предвыборная кампания, было ли, что удивило вас, или, может быть, там, чему-то научило? Ну, посмотрите на разницу в возрасте кандидатов 96-го года и 2016-го. У нас явное омоложение кандидатов лет на 20 минимум, а то и больше. Хорошо или плохо? Это, конечно, хорошо. Безусловно. Безусловно, хорошо, но с точки зрения государственно-административного опыта, конечно, наше общество, я сейчас не про политиков, не про участников, я говорю, наше общество, показало себя не с лучшей стороны после обретения в кавычках сейчас независимости, потому что у меня другое мнение на то, что произошло в 91-м году. Мы потеряли самых лучших специалистов очень быстро, которых мы сами и повыгоняли. Вначале все кричали там «Чемодан, вокзал, Россия», а потом сами взяли чемоданы и стали туда ездить уже в качестве, в другом статусе. После этого большинство профессионалов государственно-административного аппарата либо в силу возраста, либо в силу других причин исчезли из государственных структур. И середина 90-х, конец 90-х, у нас это был первый этап полного провала государственных учреждений. Воронин в 2001-м году попытался, на мой взгляд, ему удалось года через 3-4 возобновить эффективность государственного аппарата. На мой взгляд, ему это удалось. Чтобы в 2009-м году это красиво прервали. И в течение 7 лет происходит практически с каждым годом геометрическая прогрессия, ослабление этих государственных учреждений. И на этом фоне, естественно, почему я так издалека. Естественно, что и экспертиза, и люди, которые участвуют в политических процессах, потому что политики, это же не только один-два кандидата. У них есть команды. В данном случае речь идет и о членах каких-то партий. И государственные учреждения, хотим и не хотим, они участвуют в этом. Все. Это все придает определенный тон этим выборам. Но в отличие 1996-го года, когда вообще ничего не было видно, что там был один канал и несколько газет, которые разносили. Ну и все. И двое-трое людей, которые знали. Сейчас, конечно, практически все процессы у нас освещаются в любом виде. Это и в интернете, и в публичном пространстве, и в телевидении. И, конечно, все быстренько выходит наружу. Это позволяет использовать максимальный инструмент дезинформации, который использовался масштабно всеми доступными средствами. И вот тут есть один минус. Я, конечно, участвую на разных передачах, в зависимости от студии, от журналиста, какой он направленности. Естественно, что и угол вопроса разный. И я везде подчеркиваю одно и то же, что, конечно же, я видел открытым взглядом дезинформации со всех сторон. В данном случае это глупо отрицать. Но есть один минус для политиков, и этот процесс, его не остановить. с момента, когда кто-то начинает использовать некорректные приемы, и неважно, кто первый начал, там уже границ нет. То есть, когда кто-то жалуется, что да, был беспредел с одной стороны, но все же это смешно, не существует такого понимания. Раз пошла такая пьянка, дальше все знают по тексту. То есть, нет такого в политике, в современном мире, что кто-то будет себя ограничивать. Дезинформация была, не хочу в этой передаче еще раз приводить примеры и с одной. Обвиняют Додона про историю с сирийцами, но забывают о том, что рассказывали людям, что если Додон придет, то будет введен визовый режим, отнимут румынские паспорта, а на севере, значит, закроют границу с Украиной. Это же тоже кто-то говорил, то есть, ответ на сирийцев или наоборот. И многие другие, сейчас нет смысла это все повторять. Просто вот эта обида и какие-то такие чувства, которые испытывают разочарование, но мы либо договариваемся, что мы действуем в каких-то корректных рамках, но я не знаю, как выглядит этот договор, с момента, когда одна сторона начинает, это будет уже до конца, и никаких, здесь уже у кого какая фантазия будет. Поэтому один из выводов, конечно, этой компании, и заметьте, заметьте одну важную вещь, никто не хочет замечать другую сторону. Вот все, я так говорю, сужу даже по тем вопросам, которые я получаю, вот иду в одну студию, мне говорят, да, но вы согласны, что раз, два, три? Я говорю, да, но почему-то, если мы видим всю картину, то надо обе стороны, да, где там продолжение, но то не все, это не считается, в зависимости от студии, в которой ты находишься. Это о чем говорить, не только там об ангажированности, это просто та же проекция людей, вот люди в фейсбуке, еще где-то в таких социальных сетях, они видят только одну картину, то есть вторую, чтобы взвесить и посмотреть, и к чему это приведет, они не хотят. И вот произошедшее сейчас, оно требует, конечно, очень серьезной политической мудрости и зрелости. Я бы, конечно, рекомендовал, хотя не верю, я бы рекомендовал, конечно, всем политикам почаще встречаться, снимать пиджаки и разговаривать, засучив рукава о том, что, ребята, вообще-то мы здесь все в этой лодке. Да, надо работать. Надо работать и надо смотреть, потому что эти эмоции, которые есть у людей, конечно, смысл любой политической комбинации и процесса, это, конечно, прийти к власти, это понятно. И тут эгоизм максимальный, тут попутчиков быть не может. Но какие-то правила, о которых я сейчас пытаюсь говорить, это залог вашей, ребята, безопасности, потому что это может настолько выйти из-под контроля, что даже те, кто считает, что ими руководит, в какой-то момент может оказаться в задних рядах, его там просто затопчут. Я не думаю, что если политики не сядут за какой-то стол переговоров без нас, я имею в виду без нас, чтобы мы это видели, начнут думать, как мы можем избежать агрессии, там, через год, через два, будут несколько опять избирательных циклов у нас избрание в парламент, потом опять местный выбор, потом посмотрим, я не верю, что Киртуа, когда сидит до конца, нереально это, и нужно по-быстрейшему, он освободил это место. Значит, тут тоже начнутся сразу серьезные эмоции. И нужно договариваться не об определенных, не в том смысле, давайте не нападать друг друга, все эти пакты, не допадения, не стоят ничего. но политики же, они представляют определенное количество избирателей, они могут к ним обращаться, они могут говорить, что вот этого мы делать не будем, они могут призывать к спокойствию и так далее. Но сейчас, после избрания Дадона президентом, видите, меня не спросили, я опять начинаю заниматься прогнозами, правый фланг. И не стоит думать, что западные актеры просто так эту тему закрыли. Вы, опять же, меня не спрашивайте, но... Мы внимательно слушаем со телезрителями вас, так что давайте. Ни в коем случае не надо думать, что Трамп, победа вот в этом регионе определенных политиков, то это все. Все здесь все закончилось. Никто не рассчитывает, что он социалист, он республиканец. У каждой страны есть свои постоянные интересы. Есть тактические временные, но есть и постоянные. И поэтому здесь, во-первых, ошибка США, что они сами устроили, они искусственно устроили противоборство между США и Россией. Это абсолютно искусственно. Его здесь быть не должно. И первые, кто теряет от этого, это мы. Но избрание Дадона президентом, оно сейчас, значит, вызовет еще и необходимость консолидации правых партий. Потому что там вообще раздрай. Сейчас, если на вскидку вспомнить, а кто у нас есть лидер правых партий. Гимпову с этим одним процентом. Лянкес 0,0,0. Получается, Майя Санду. Ну, мы с Майей Санду вообще посмотрим, она будет в политике или нет. Потому что пока по ее поведению я не вижу признаков жизни. Дай бог, я искренне желаю, чтобы она побыстрее просто сама для себя осознала, какой план действий нужно сделать. она вовлекалась в молдавскую политику, но уже по-настоящему. Не так, через факс на площади. Пусть она попробует, что она настоящая политика. То есть, она будет ездить по селам, разговаривать с людьми, слушать того, чего они хотят. То есть, будет в оппозиции. Вот это, я понимаю, политика. То, о чем я сказал в самом самом начале. Я искренне желаю, потому что на правом фланге никого нет. Просто никого нет, там все сплошные трупы. И это будет любопытным, в следующем году будет любопытным элементом нашей политической жизни, потому что нужно смотреть, кто будет претендовать на попадание в парламент с правого фланга в 2018 году. Очень важный год. Большинство из тех, кто сегодня в парламенте, я про либерал-демократов и либералов, то есть там шансов попасть ровно ноль. Я думаю, они об этом понимают. Поэтому в каком виде будет реабилитирован правый фланг, кто возьмет на себя в вашей студии. Я несколько раз говорил, что господин Анастас, конечно, может уже долго что-то рассказывать, но я думаю, что это сбитый летчик. И он в этом убедится в ближайшее время. И, кстати, на вопрос, чем я руководствуюсь, когда делаю прогнозы. Поэтому очень любопытный 2017 год будет для нашего правого фланга. Вопрос, который относится к безопасности как региональной, так и, в общем-то, безопасности от нашей страны, Игорь Дадон, когда заявлял о своих, так сказать, приоритетах будущей деятельности, говорил о том, в том числе, о решении преднестровского вопроса, что будет им заниматься. Говорилось, ну, это и в различных интервью, что необходимо проводить встречи. Мы сейчас дождемся уже каких-то выборов, которые будут проходить главы региона 5 декабря в Приднестрое. Насколько перспективны вот проекты по воссоединению страны сегодня? Во-первых, это необходимость. Последние 7 лет эта тема полностью похоронена. И в силу непрофессионализма, и в силу отсутствия политической воли. Я, конечно же, не могу не приветствовать такие заявления. И думаю, что, зная господин Дадона лично, я думаю, что он не просто это сказал, а будет, я думаю, в меру, конечно, возможности заниматься этим вопросом. Я очень это приветствую. Я думаю, что он сможет привлечь, может быть, каких-то немногих, немногих у нас по пальцам посчитать, но профессионалов, которые могут несколько идей подсказать. Это сложная проблема, одна из самых сложных, которые есть, но вместе с желанием и открытостью, потому что, что касается этой проблемы, я думаю, Дадон совершенно открыт. Я не вижу, что он там кокетничает или он что-то придумывает впервые, за, может быть, очень много лет. Я думаю, что его вполне нормально будут видеть и в Приднестровье. Вот у него нет какого-то двойного дна в этой проблеме, да, чтобы кто-то думал, что он там обманывает или спекулирует. Я думаю, что он искренне захочет заниматься этим вопросом. Ну как, не он лично, он не сможет много времени ему уделять. Речь идет о создании команды определенной и о придании этому вопросу динамики. Там есть мелкие, назовем их так, с моей точки зрения, это мелкие вопросы, которые реально можно решать так, чтобы это почувствовали все. Речь идет, я уже устал просто об этом говорить, речь идет хотя бы о том, чтобы построить и реабилитировать эти дороги, которые нас связывают. Потому что там возле Гура-Быкулу и Варницы это просто 19 век, хотя там всего лишь 5 километров. Какая проблема построить вместе 5 километров? Никто не будет против. Я не вижу никакой проблемы с этим мостом в Гуру-Быкулу. Его тоже можно открыть. Есть с этими номерами, нужно как-то разбираться, с этими дипломами. Есть вещи, которые, скажем так, они не несут в себе большого политического заряда ни для одной из сторон. Во-первых, напомню, что по этим дипломам уже 5 раз мы подписывали какие-то документы. Уже 5. Ну, в общем, все осталось нормально. И ничего, да, и не работает. Это, кстати, позволяет Тираспольу говорить о том, что Кишинев не договороспособен. Но завтра, если будут в какой-то форме признаваться эти дипломы, ну, я не знаю, каким образом пострадает наш суверенитет или что-то случится, кто от этого пострадает. С этими номерами тоже нужно смотреть. Но есть, в общем, эти элементы, которые профессионалы должны заниматься. О том, чтобы можно было начинать переходить на политический уровень, обсуждать статус. Ну, дай бог, пусть, естественно, когда-то надо. Но думаю, что самый реалистичный путь, это путь экономических каких-то соглашений, которые позволят людям с обеих берегов почувствовать какие-то плюсы от сотрудничества, от бизнеса. Ну, и вот эти облегчающие жизнь вещи. А раз оно пойдет, раз можно будет не смотреть друг на друга даже во время переговоров какой-то оптический прицел, дипломатический, то думаю, что можно будет двигаться в перспективе их решения. Ну, сложная предстоит работа новоизборного президента даже, наверное, даже вот на этом фронте, в Приднестровском. Потому что, смотрите, в формате 5 плюс 2, который сегодня рассматривается как единственная возможная площадка для выработки каких-то совместных решений. И там, ну, вот роль той же самой Украины. В один период это, ну, роль переговорщика в этом процессе была где-то отчасти больше пророссийская. Сейчас она, наверное, больше проамериканская. Ну, я сужу об этом как наблюдатель, ну, журналист, будем говорить. Может, тот человек, который внутри процесса знает больше, естественно. Но, как бы, эта площадка, она такая для, не знаю, перекладывания бумаг. Потому что процесс там как таковой, в общем-то, не идет. Но запустить процесс по сближению сторон необходимо. И, наверное, усталость от вот этой разъединенности уже есть такая, даже историческая. Да и бог с ним, с этим 5 плюс 2 я вообще эту тему бы не трогал. 5 плюс 2 это формат для информирования друг друга. А разговоры нужно вести напрямую с Террасполем. Нужно, конечно, при этом учитывать и разговаривать и с Москвой, и с Вашингтоном, с Брюсселем, кто там еще, немцы, чем-то там интересовались. 5 плюс 2 это не формат для решения этой проблемы. Это больше структура, я почему назвал ее информацией, потому что ну вот все за столом и когда ты что-то говоришь, сразу все одновременно слышат. Никто не будет там вырабатывать ничего заместо нас. Естественно, что это элемент стагнации и никакого прогресса в этом формате не будет. Все зависит, я реально вижу, что все зависит от политической воли Кишнева. Будем мы двигаться, предлагать и что-то делать, какие-то вещи будут случаться. Нет, никакого движения не будет. Последний вопрос подзановись уже эфира. поздравили большое количество политиков, глав государств, новоизбранного президента Республики Молдова, руководителя дипломатических миссий, кредитованных в Молдове, тоже высказались по этому поводу. Но вот мне кажется, что американцы как-то двояко, очень даже осторожно поздравили. В чем, на ваш взгляд, причина? Это такой политический политез? Ну, я думаю, что, если честно, я думаю, что они чуть-чуть в растерянности в принципе, я позволю себе сейчас импровизировать, конечно, я думаю, что многих из них же чуть-чуть удивлены результатом выборов в собственной стране. И так как это случилось, то получается, сегодняшняя администрация мало как проинструктировала, да и мало как может влиять на то, что будет дальше здесь и в других местах, но конкретно здесь. поэтому я знаю, что международные структуры уже свою оценку вынесли по поводу выборов, признали их честными и справедливыми, соговорками, как всегда там и так далее. Но то есть мотивов думать и придумывать, что эти выборы могут быть не признаны, совершенно нет, это ясно, что они будут признаны. Ну, поэтому такая скромная оценка, я ее больше, если честно, могу квалифицировать как некую растерянность, не больше, чем это. То есть дипломаты американские говорят, нам бы кто пособлезнуло, а тут от нас еще требует поздравлений. Так точно. Спасибо вам за этот разговор, беседа прилетела быстро, не знаю, как нашим зрителям, но мне не хватило этого времени, поэтому будем ждать в нашей студии вас еще раз. Спасибо, с удовольствием. Ждите приглашения. Все доброе. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был директор Института безопасности политолог Валерий Асталия. Последите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова